Здравствуйте! Сегодня расскажу о том, как выставить и, соответственно, штукатурить угол 90 градусов. Будет очень интересно. Кухонная зона. Здесь было две комнаты, перегородку сломали. Вот такой вот угол. Не обязательно дорогой брать. Вот этот где-то рублей 300, по-моему, стоит. Здесь проем дверной заложили, ну так заказчик видит свою будущую квартиру. Вот сама ванна, я имею в виду, большая, которая белая, симпатичная, сексуальная. Две штуки, наверное, понятно. Берем шнур, крепим ее на одном из. Его можно прижать. На шляпку положим. Здесь прижали еще сильнее. С помощью отвертки это делаем. Для того, чтобы понять, что это состояние, у нас есть уголь. Сейчас можно этот шнур вообще прижать в этом месте, потому что маяк у нас стоит. Здесь можно не на шнур, а прямо к саморезу прислонить. Угол в случае кухонь, ну и либо ванных комнат. Когда впоследствии в это место становится кухня, либо какая-то другая мебель, столешница, ванная. Сама ванна, я имею в виду, большая, которая белая, либо душевая кабина какая-то. И необходимо отштукатурить стены таким образом, чтобы получился угол 90 градусов. Вот такой вот угол. В нашем случае это кухня. Штукатурить я не буду, как показывать. Об этом смотрите в других моих видео. Я буду это видео именно о том, как выставить маяки. Таким образом, чтобы получился угол 90 градусов. Нам понадобится вот такой вот угольник. Не обязательно дорогой брать. Вот этот где-то рублей 300, по-моему, стоит. Перфоратор. Несколько дебилей 6 на 40. И саморезы какие-нибудь подлиннее возьмите. Две штуки их понадобится. Два маяка. Шестерку обязательно берите. От этого зависит толщина штукатурного слоя. И шнурка. Капроновая нить. В моем случае это кухонная зона. Здесь было две комнаты. Перегородку сломали. Я, по-моему, показывал. Здесь проем дверной заложили. Ну, так заказчик видит свою будущую квартиру. И здесь будет кухонная зона. Вот в этом месте. Соответственно, необходимо сделать угол 90 градусов. В отдельных случаях 90 градусов углы делаются по всему помещению. Но здесь не тот случай. И я вообще не сторонник таких ремонтов. Хотя каждый бормочет, как он хочет. Теперь давайте разберемся, что из себя представляет этот угол. Это пересечение двух плоскостей, которые пересекаются таким образом, что между ними образуется угол 90 градусов. Плоскости из себя представляют две стены. У нас это одна и вторая. И первым делом одну из этих стен необходимо отштукатурить. Отштукатурить, естественно, в уровень, как полагается. И я вам рекомендую сначала отштукатурить ту стену, которая длиннее. В моем случае это вот эта стена. Пожалуйста. А вот эта короче. И ее я предварительно отштукатурил. Она высохла. И теперь самое время заняться установкой маяков. Перед тем, как начать установку маяков, и перед тем, как натянуть капроновую нить, с помощью уровня следует осмотреть стену. На предмет обнаружения максимальных, минимальных точек. После чего натягиваем вот такую капроновую нить. Я сейчас покажу, каким образом это делать. И натягиваем эту нить в том месте, где стена наиболее выпукла. Где отклонение от уровня этой стены ближе к вам. Наверное, понятно объяснило. У меня стена более-менее ровная. Практически в уровне она стоит, но штукатурить ее все равно надо. И поэтому на уровне пупка, на уровне пупка, я эту самую шнурку и натягиваю. Где-то метр от пола отступаю и натягиваю шнурку. Если бы стена выступала вот в этом месте внизу, то пришлось бы здесь натягивать. Если выступала бы стена вверху, то пришлось бы выше натягивать. Вот повезло, удобно. Если стена длиннейше, то, соответственно, в начале шнурка, по всей стене шнурку необходимо натянуть. От точки А до точки Б. Значит, на одном линии по горизонту, на одном горизонте, делаем четыре отверстия с помощью перфоратора. Вот раз, два, три, четыре. Берем шнурку, крепим ее на одном из дюбелей. Его можно прижать. Здесь просто дюбель у меня 6 на 40. Здесь саморез я подлиннейший взял и загнал, потому что дюбель бы не держался. Можно дюбель побольше взять, 60-й, к примеру. Натягиваем и вот так на шляпку кладем шнурку. Видно хорошо, я думаю. С этой стороны то же самое. На шляпку положили. Здесь прижали еще сильнее дюбель. И теперь вот эту вот линию, которая содержится в нашей плоскости, 90 градусов, будем рассматривать. Далее берем угольник и прикладываем его уже от шнурки на стене. И смотрим. Вот здесь видно, касается вот эта часть. Вот здесь угольник касается шнурки. Значит, что надо сделать? Что значит надо сделать? Правильно, прижать еще этот саморез, побольше вогнать в стену. С помощью отвертки это делаем. Убираем шнурку с самореза и вкручиваем туда его. Немного, вот так, три раза я прокручиваю. Опять шнурку кладем. Нить должна быть натянута, не забываем об этом. Опять прикладываем. Идеально то, чего надо добиться. То есть, понимаем, да? Одна сторона угольник у нас прижата к отшукатуре на стене, вторая должна быть вровень с нашей шнуркой. Я специально сейчас ее немного не касаюсь. И вот это расстояние между стороной угольника и шнурка, оно одинаковое. Теперь можно перевернуть угольник и более длинную часть проверить. Отлично. И теперь было бы неплохо взять кусочек маяка, вот у меня он есть, и посмотреть, пройдет ли он здесь вообще. Вот здесь проходит. То есть, расстояние где-то 8 миллиметров здесь. Здесь, соответственно, больше сантиметра. Значит, пройдет. И понимаете, да, если бы у нас отклонение от стены было внизу, к примеру, больше, то здесь он маяк прошел, а внизу мог не пройти. Поэтому, как я уже говорил, в точке наибольшего отклонения натягиваем эту шнурку. И изначально ставим его вот в этом месте. Ближе к противоположному краю стены. После установки. Дополнительно опять проверяем состояние шнурки, состояние угла. Потому что может произойти небольшое отклонение в ходе установки маяка. Опять натягиваем шнурку. И уже ставим второй основной маяк. И таким образом получаем две плоскости с углом 90 градусов. Сейчас я поставлю этот маяк. И дальше вам покажу. Как маяк ставить, показывать не буду. На этот счет у меня несколько видео есть. Смотрите, ссылки будут в описании. Еще одно обстоятельство замечу. Такую стену легко от штукатуре провину полтора метра. И нам необходимо поставить маяки таким образом, чтобы здесь в ходе работы провинка упирала стену, не вылазила. То есть где-то вот здесь он должен быть. И второй маяк можно вот здесь поставить. И поэтому отмечаем сразу сейчас. Вот здесь у меня розетки, которые пока еще неизвестны, будут, не будут. Чтобы не мешать. Вот здесь ставлю маяк. И вот здесь поставлю маяк. Все, ставлю маяк. Поставил я маяк. Естественно, поставил его в уровень. И сейчас смотрим. Еще камеру включу. Вот здесь видно, что между шнуркой и маяком есть где-то миллиметра, наверное, два. То есть маяк поставить прям впритык к шнурке не удалось. Он немножечко присел. Поэтому прижимаем вот этот саморез. А этот, соответственно, придется тоже немного прижать, либо выдвинуть. Сейчас будем смотреть. Я понятно объясняю? Если понятно, ставьте лайки. В общем, смысл всех этих действий состоит в том, что с помощью отвертки и саморезов мы регулируем шнурку, которая представляет собой прямую. Которая содержится в воображаемой плоскости, которая и получится потом, после нанесения штукатурки. Думаю, понятно. Ну вот, к примеру, сейчас покажу. Шнурку убрали, выкрутили. Шнурку положили. Все, прямая изменилась. Состояние другое. Для того, чтобы понять, что за состояние, у нас есть угольник. Сейчас можно эту шнурку вообще прижать в этом месте, потому что маяк у нас стоит. Вот этот саморез уже не нужен. Сейчас шнурка опирается о маяк. И с помощью угольника регулируем. Таким образом, можно любой, в принципе, слой получить. Но следует не забывать, что чем тоньше слой штукатурный, тем быстрее мы его нанесем. И быстрее он высохнет, и расход материала, соответственно, будет меньше. Поэтому это очень важно. Разумеется, опыт определенный потребуется для того, чтобы выставить как следует. Одну сторону приложили к стене штукатурной, второй смотрим. Вот здесь можно не на шнурку, а прямо к саморезу прислонить. Одну сторону угольника. Вторая к стене. И сейчас видно, что да, ушла. Значит, Вот этот саморез тоже необходимо притопить. Так, немного шнурка Натянуть надо. Бывает она сползает, поэтому натягиваем. Здесь прижали. Здесь притопили. И опять угольник. Немного уходит. Еще немного топим. Я же его выкрутил, когда вам показывал. Где-то вот так. Вот сейчас отлично. Чуть-чуть уходит все равно. Ударь. Чуть ниже шнурки, одну из сторон угольника, кладем на дюбель тоже. Можно еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И маяк у нас. Вот сейчас почти идеально. И больше делать не надо. Мы сейчас ставим еще один маяк вот в этом месте. И он будет, естественно, в уровень. И он будет немного не касаться шнурки. И когда шнурка будет отбрасывать тень на маяк, значит он стоит правильно. Почти касается, немного видно тень. И по той причине, что он немножечко сядет, тень же будет видно, он туда немного ближе к стене встанет. И мы получим идеальную плоскость. Поэтому больше не надо притягивать. Ну, сейчас посмотрим, маяк проходит вообще. Ну, да, проходит. Где-то миллиметр три-четыре еще есть. Этого как раз будет достаточно, чтобы им сыграть. Вот два маяка стоят. Приближаемся. Вот здесь у нас, вот мы вымолнив его положили. Здесь, вот видно тень немного. Прижимаем, он отходит и совсем не шевелится шнурка. Не колыжется. Обратно раз, шнурка не шевелится. То есть мы чуть-чуть прижал маяк. Он от шнурки отошел. Отпуская, если бы он выпирал, то шнурка бы шевелилась. Нет, все идеально. Ну и дальше здесь лежит на саморезе. Получается, этот саморез выполняет роль крайнего маяка. И здесь крайнего маяка, а этот посередине. Все как положено. Сейчас от штукатуры стену и покажу. Подстыла стена и время посмотреть, проверить наш результат. Уровень специально взял, чтобы показать вам стены. С одной стороны. Пожалуйста. И вторая корень угла. Видно, да? Теперь угольник. Совсем не играет. Стоит мертво. Переворачиваем. То же самое. Подписывайтесь на мой канал. С вас лайки, клокольчик. А с меня новое интересное видео. И не забываем мыть шпателя. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...